В Чубаксарах презентовали первый чувашский блокбастер Егор Шилов. Жанр блокбастера ему присвоили сами создатели, национальная киностудия «Чувашфильм». Премьерный показ был закрытым, по его итогам продюсеры должны определиться, что необходимо доработать и каким в конечном итоге должен быть фильм, чтобы выйти в широкий прокат. Героями происходит случайная встреча. Девочка Матильда становится свидетелем преступления, и теперь ее жизни угрожает опасность. И как в любом приключенческом кино появляется герой Егор Шилов, который встает на защиту своей маленькой знакомой. Никаких прикрас, только правда жизни порой ужасающая. Но создатели фильма утверждают, если внимательно смотреть, то поймешь, что главное лежит не на поверхности. Мы в своем фильме популяризируем форму российского офицера, Владимир Майор Егора Шилова. Человек, который прошел село каждой годы. Поэтому мы показываем свою страну, не бедный, не рубитый. У нас замечательный герой, который в хорошей физической форме. Это Егор Шилов. У нас замечательная, красивая девочка именно в романках. Это Чебосарская школьница. Сюжет уж очень напоминает культовую драму Люка Бессона «Леон». Имена главных героинь и вовсе совпадают полностью. Кстати, актриса, сыгравшая Чувашскую Матильду, взяла себе псевдоним Таня Юн. Имя первой чувашской кинодивы, популярной в начале 20 века. А Егор Шилов также встречался в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Такими параллелями авторы сценария хотели отдать дань уважения актерам и их персонажам. Что бы в Чувашии состоялась премьера Егора Шилова, произошло невозможное. На время открыл двери кинотеатр «Сеспель». Оценить фильм собрались не только жители республики. На красной дорожке можно было встретить Владимира и Юрия Тарсуевых, Александра Числова и Тимура Ефременкова. Все они известные в киносреде люди и считают, что региональный кинематограф непременно будет развиваться. Все съемки фильма проходили без выезда из республики. Чебоксары стали большой съемочной площадкой. А для большинства актеров и даже режиссера-постановщика Евгения Герасимова – дебютной работой в кино. Мы не хотим делать какое-то культовое кино, какое-то культовое отношение именно к нам и к нашему производству. Егор Шилов – это только репетиция, ты подожжешь таким мощным творением. Егор Шилов стал первым продуктом студии «Чувашфильм», который увидели поклонники кино. Еще один фильм ждет своего зрителя. Это «Обочина». Он увидит свет в ноябре 2015-го. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.